всем привет с вами 65 выпуск аудио дайджеста стартшер как обычно мы будем разговаривать про игр в которые поиграли на этой неделе про возможные трофеи если мы чего-нибудь выбили пока не уверен и с вами денис фарегрисон и егор феникс бекей привет привет чё выбил ничего не выбил но обрадовался что на обзор прислали oldest souls для свитча не для playstation 5 почему а потому что я посмотрел там трофеи и там как вот моя самая любимая пройти не умирая всю игру в соус лайк игре вот это вообще просто это кто вот эти вещи придумывает тому хочется взять просто такую оглоблю штуку из бдсм которая по жопе шлепают подвешать и несколько часов лупенить просто без остановки ну не в качестве награды в качестве наказания ну можно не из бдсм а зачем далеко ходить я не знаю просто насколько это законно там бдсм это все есть же короче вот в россии например есть такие персонажи бдсм вполне легализованы они казаками называются и у них вот эти нагайки есть короче вот такой штукой можно стягать граждан которые придумывают упоротые трофеи как вариант конечно да но при этом игра крутая что могу сказать что здоровски сделали такую индюшку лордом прописали как обычно все ничего не понятно по кусочкам этом собираем информацию шаримся и убиваем всяких тварей и лжебогов то есть нет никаких мобов есть только боссы но это как в titan souls то есть вообще вот я поиграл тоже world the soul и она мне напоминает значит такую смесь titan souls и игры название которое я забыл но она тоже дескаливая не не дескан бит а ну кроме hyper light drifter потому что немножко тоже есть такие напоминает потому что главный герой с большим мечом все дела на вот final fantasy 7 но была еще игра я и даже стримил тоже souls like тоже такой пиксельный и по моему от того же даже издателя словом я забыл просто как она называется реально дима еще обзор писал на них классная игру лина но там были мобы там были и мобы и боссы а здесь только боссы поэтому вот такое впечатление что взяли как бы оттуда идею и и стоит он соус это все смешали и получился лда сцом да есть такое но графика приятная очень приятная пикселяка и боссы сделаны знаешь как формате подумай не торопись вот я по-другому описать даже не могу то есть можно попробовать конечно их зарашить там что-то заучивать но всегда удобно остановиться посмотреть на ветку прокачки а их там три одну выбираешь и все и ты за ней закреплен но при этом с боссов сыпятся осколки которые можно в любой момент переставлять на атаку на рывок на еще какие-то штуки и получать при этом новые способности то есть ты можешь тактику в любой момент поменять перед боем с боссом если не получается можно выйти из боя с боссом снова переставить эти камушки получить новые способности тут же и вот так подстраиваться плюс нельзя там торопиться очень странный момент я заметил там рашить вообще бесполезно то есть холодный расчет всегда очень неспешно дерешься уклоняешься аккуратно в нужный момент бьешь и все получается но слушай смотри я там например прошел первого босса на все дико легкий его дозор окончен и там ты сразу выбираешь какой-то скилл да есть там прокачка и это локает тебя на ветке правильно да это локает на ветке но это только начало от общей картины это маленький кусочек первого босса потому что первый босс ну это вообще ни о чем вот где-то третий примерно или четвертый там они опционально на выбор какого-то вперед будешь проходить вот там начинаются первые такие более-менее проблемы я не мог пройти просто там одного который бог в виде шарика он разделялся на огненный ледяной шар и кастовал по очереди спелы и дима тоже на стриме завис на нем именно закончил на нем двухчасовой стрим потому что не мог пробиться устал от него вот но я пока упался с камушками все нашел тактику нужную и после этого я мгновенно его убил вопрос такой ты сказал что можно выйти из боя с босса не умирая правильно не почему там смерть в принципе ничего не решает не смотри трофей трофей ты забываешь важную тему есть трофей пройти без смертей поэтому смерть решает многое можно ли выйти из боя с боссом без смертей нет конечно нельзя в этом все фишка то есть я почему не люблю все это дело то есть ты умираешь тут же можешь вступить обратно в бой с ним дальше подраться то есть попробовать снова это будет я не знаю засчитывается это за смерть или нет если ты откажешься сдашься и выйдешь из комнаты я просто играю на свече но трофей я не посмотреть не мог и поэтому думаю что любая смерть там будет засчитываться как за смерть и это нужно очень жестко все заучивать чтобы пройти без смертей очень жестко то есть заранее проработать схему заранее придумать на каком боссе ты что будешь использовать еще там есть неочевидные штуки как улучшение допустим есть кузнец он сидит ты к ним приходишь он говорит а ты чувак из цитадели понятно ну здорово типа как дела туда-сюда и хорошо хоть кого-то прислали а потом такой но на цитадель торчит мне бабок так что иди к ты отсюда ты дальше идешь убиваешь там боссов продвигаешься ходишь изучаешь мир там интересно по нему ходить он очень красиво сделан вот этот пиксель арт классный и находишь мешочек золотом понимаешь нужно пойти к кузнецу приходишь он такой вот так ты богатый молодец аплодисменты классно давай денег и я тебе могу улучшить что-нибудь или меч или броню ну и соответственно один раз это делается ты не можешь найти еще денег и предложить его еще денег чтобы он еще раз улучшился но ты в то же время можешь вообще не догадаться не вернуться к кузнецу и он тебе ничего не улучшит дальше пойдешь так ты можешь не догадаться поставить камни ты можешь какую-то другую тактику выбрать в общем очень все опционально плюс по миру есть персонажи которые намекают что тебе нужно сделать выбор и ты не понимаешь в этот момент к чему он приведет допустим сидит ворон говорит мы там до хотим кого-то воскресить вот ты же понимаешь что будет круто если она живет ты такой думаешь ну наверное такой иди ищи там энергию принесешь мы оживем оживим все будет классно потом идешь смотришь ледяной дух сидит говорит слушай я слаб мне нужна энергия там из такого-то такого-то чувака иди добудь и я все все для тебя сделаю все будет классно и ты думаешь так по ходу мне кто-то гонит умрет вот а где энергию взять ты хер его знает и короче идешь дальше по миру и вот он знаешь он затягивает этим то есть есть какие-то точки в которые ты приходишь интереса и они тебя прям вот заманивают в этот мир станет тебя перед тобой ставят вопросы и тебе хочется найти на них ответы ты идешь поэтому дальше сражаться и с боссом пытаешься побороть боссов потому что ну это приятный челлендж то есть это уровень дарк соуса реально то есть ну классика соусов что тебе нужно повоевать и вот рассказываешь так что залипательно туда-сюда я тоже буду пробовать но я на ps5 играю поэтому с трофеями и буду без смертей пробовать пройти все дела наверное нет не буду на самом деле смотри я просто на свече тоже играю в дико залипательную игру и это не монстр хантер она называется поэтому это любопытное приключение событие которого развивается в 1936 году то есть когда нацисты вовсю исследовали африку там в поисках всяких артефактов они там рылись в египте там в марокко в палестине и так далее и вот игра построена таким образом у тебя есть adventure то есть приключение ты выбираешь желаемое приключение они доступны там по очереди то есть ты можешь их пройти только определенном порядке значит выбираешь там приключение топаешь у тебя открывается большая карта с кучей точек по которым ты должен пройти до финала то есть у тебя есть вот пункт а и пункт б а между ними сраный алфавит понимаешь разброса дочек которые между собой соединены а бы как и ты можешь разные маршруты выбирать это значит на джипе тремя выбранными персонажами пхнешь по этим точкам по дороге ты нарываешься на разные ивенты там типа база нацистов нацисты там грабят село то есть какие-то бедуины чем-то занимаются какие-то культисты и ты можешь соответственно принимать разные решения в зависимости от персонажа который у тебя есть у них там свои собственные какие-то навыки там например дэрдевил то есть сорвиголова или есть силач хитрец знаток древних языков и так далее то есть вот эти все перки они становятся в различных ситуациях полезны например ты можешь идти увидеть лагерь нацистов а рядом валун лежит и такой типа опция у тебя есть напасть уйти сбросить на них валун ты сбрасываешь валун и он просто давит двух-трех нациков и ты сразу после этого вступаешь в бой и самый прикол что эти раздавленные остаются лежать на карте на том месте на котором те показывают то есть бои тактические да то есть если ты вступаешь в бой это сразу выделенная карта там вот или деревня или стоянка джипа или еще одну все что тебе пишут все так и есть очень хорошая проработка вот этих нюансов плюс текстовая часть приключения довольно интересная много юмора много много деталей но печально нет русской локализации она в этом очень помогла я думаю игрокам и привлекла бы к этой игре потому что читать много решений дофига тактических приколов тоже достаточно немало там используется система двух действий ты знаешь есть тактика например на ap то есть у тебя есть там например 15 поинтов и ты их расходуешь как хочешь а здесь у тебя два действия походил там например и выстрелил или походил и там подлечился или просто перезарядился выстрелил то есть два действия делай как хочешь а ну и два два раза подряд одно и то же действие это сделать не можешь если не можешь два раза выстрелить два раза походить вот так и персонажи очень разные там у всех свои скиллы я начал первую игру когда взял чуваков и такой думаю блин нужно снайпер курс добыть потому что мне сразу же в обучении сказали если у тебя есть снайпер то ты можешь использовать перк эмбуш то есть засада это как overwatch в x-come и откуда мы все надо раздобыть снайперку за приключение раздобыл три или четыре снайперки и никто из моих не мог использовать просто никто не умел пользоваться снайперками вот а когда ты завершаешь приключение то все что ты собрал погрузил в джип там у тебя 10 слотов предметов они все остаются с тобой плюс все ценности которые ты собрал продал и так далее весь аккумулированный бензин тому джипа есть бензин то есть если ты доехал до точки у тебя нету бензина все до свидания но я так понимаю я еще до такого состояния не доводил конечно надо будет попробовать эксперименты ради есть амуниция есть саплай и если ты саплай и все использовал то ты не сможешь использовать гранаты аптечки ремонтные наборы и всякие лейкопласты то есть у тебя их просто не остается я такой типа пошел на последнюю миссию знаешь перед ней в лагере всех подлечил и думаю ну все сейчас пойду раздам у меня гранаты есть и как раз противники выстроились блин офигенно стало четверо противников рядом просто под гранату и я за гранату а у меня нолик к не понял а я все саплай и использовал для лечения знаешь там вот типа именно у тебя такая позиция саплай то есть ресурсы все куда-то используешь твое дело но если ты подлечил пять раз у тебя было пять ресурсов ты пять раз подлечил все без гранат и без прочего остаешься словом игру лина довольно интересная плюс классный пиксель арт очень симпатичный анимация классная так что советую присмотреться всем кому нравятся такие вот приключенческие тактики я думаю что зайдет ясненько ну звучит интересно я поиграл я вот поэтому и хочу снова сильно прям пересесть на обзоры для свеча потому что это я я сильно отдохнул от инди за последние там полгода потому что очень мало обзоров на инди писал кто-то даже помню спрашивал посоветуйте континди которая вышла в этом году в твиттере и я такой странно а ничего в голову не приходит и тут я понял что надо наверное снова плотненько засесть и зайдюки для свеча вот что я тебе хотел еще интересного сказать мы с тобой страдали в игре которая вышла по плюсу ну стало доступно по плюсу это hunters arena legends королевская битва в которой я играть наверное больше никогда не буду ну мы на самом деле в двух играх онлайн в их страдали за последние пару дней ну да одна из них это вот это да ну скажем так мне она понравилась визуально да но мне она не понравилась технически то есть ну вот вообще механики и меня не не впечатлили она мне кажется перегружена я думаю что для тех кому такое нравится она зайдет хорошо там просто надо скилл вот привыкнуть к раскладке к этому всему и можно тащить можно тащить знаешь я какую беду в ней заметил вот я как бы в моба мобильные часто играю ну там время от времени по крайней мере и тут принцип похож на принцип моб или ммрпг по использованию скиллов да ты прожимаешь кнопочки персонаж у тебя отрабатывает анимацию делает какой-то удар ты допустим не выпираешь направление удара как в каком 3d action когда мечом машешь там слева ударить размахнуться справа ударить размахнуться просто отрабатывает удары анимации и все но он отрабатывает их задержкой с какой-то непонятной вообще их могут прерывать эти атаки плюс ты не можешь подряд там куда комбинацию прожать может допустим в мобах все очень легко и просто ты знаешь где тебе когда чё прожать ты быстренько прожал у тебя все получилось если конечно тебя там не застанет и так далее там подобное здесь настолько это все сумбурно и странно срабатывает все анимации эффекты и все остальное оно как-то смешивается в какую-то непонятную кашу ты не понимаешь бьешь ты или бьют тебя вот ты смотришь тебя уже джоглят как в каком-то файтинге ты просто в воздухе болтаешься как безвольное говно а тебе нарезают в труху просто вот и это ужасно это какой-то неприятный опыт то есть нет никакого удовольствия в целом она там очень много интересных штук типа прятаться в кустах вообще прятаться там друг друга бегать догонять убегать качаться на мобах есть какие то же вещи которые в принципе хорошо придумали классно наверное реализовали но вот саму боевку надо было не так конечно загружать надо было проще как-то менять да надо было делать проще надо было делать дайнасти вориорс в мобе и все то есть не перегружать этими всеми нафиг ненужными скиллами ну вот это чисто какая-то пантология не знаю ну то есть персонажи ощущаются вроде как разными да то есть и внешне и какие-то у них скиллы отличаются но очень это все в ммо как-то больше и и частично файтик даже а дожди персонажи не отличаются back for blood они не отличаются нафиг вообще потому что там игре пофиг кого-то выбираешь она тебе сама выдает персонажа но во всяком случае я выбирал все время девчонку холли а мне выдавали здоровяка в очках и я не мог понять что за нафиг у меня у меня картинка типа моего персонажа холли вот на экране я вижу а вы меня видите как здоровяка в очках эти игры это был питер грифин почти только бородатый потому что борода есть ну да не знаю back for blood оставила у меня впечатление знаешь вот у меня не часто такое бывает что игра в целом то вроде бы и выглядит неплохо и играется понятно то есть там нету вопросов но сразу после сессии мне захотелось и удалить что я и сделал то есть очень редко такое было я играл в игры хуже и они мне нравились больше чем это например нации зомби армии понимаешь нации зомби армии первые три ну оригинальная трилогия она слабее это механически по прицеливанию и так дальше но она играется веселее world war z играется намного веселее приятнее и плюс от третьего лица конечно же да тоже играет роль для меня но не такую сильную прям и потому что я dead island с удовольствием играл там дайон лайт и так дальше left for dead left for dead я мало играл в свое время мне на ну как бы я небольшой фанат а эта игра как вы тоже похожи на left for dead но блин две части и и выходили там еще шесть-восемь человек может быть вместе тут такой момент что это как игра на делали игру это люди которые принимали участие в создании left for dead то есть я так понял там кита права ругань с правами еще что-то я не знаю какие нюансы я сильно не вдавался в подробности но это именно на люди которые вас for dead стряпали делали эту игру back for blood во первых я думаю что трофеи будут очень похожи как в left for dead куча накопительных плюс ситуационные например убить там какого-то босса с какими-то определенными условиями как в этом было сидит ведьма нужно ее со снайперки грубо говоря снять пока она не успела заорать или пока никого не убила я уж не помню ну давно было дело вот и я думаю похоже будет список трофеев поэтому если вас заинтересовала игра можете отправиться в стимак поразглядывать что там у left for dead были за достижение килинг флор килинг флор я вспомнил килинг флор ну слушай килинг флор не 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 столько про зомби наверное про просто про войну с нечистью как да но она в этом плане похоже на left for dead больше чем back for blood мне кажется потому что она динамичнее больше врагов мясо на сурсе тоже да здесь как-то back for blood слушай постоянный автоприцел он конечно диком мотал ствол оружия там по головам противников ну давай уточним что мы с тобой разбаловались с playstation 5 нам надо 60 fps мы играли версию для ps4 и казалось что все зажилешило дико то есть все очень притормаживала но подожди я в 30 fps абсолютно нормально играю у меня в этом плане нету проблем то есть я понимаю головой что 30 fps я быстро к ним пристраиваюсь у меня другая проблема back for blood тормозит она реально тормозит то есть там не 30 fps они проседают очень сильно имеем дело с бетой мы имеем дело с бетой понятно это бета тут это все не может не касаться полноценного релиза когда игра выйдет релиза может быть вылизано отлично 60 fps на ps4 и так дальше я не знаю но мы говорим об эти и об опыте из бета бета открытая все кто хочет походу могут нее залететь мне сейчас смотри там немножко не так там ранний доступ для тех кто сделал предзаказ сейчас идет а потом будет открытая бета и есть теория у меня что предзаказов по отменяют целую гору после этой беты вполне не знаю что сделали потому что во первых зомби появляются из воздуха это большая проблема это ужасно просто left for dead такого не позволял там на тебя налетала гора просто из ниоткуда возникающих там где-то в коридоре зомбарей ты не видел как они возникают из воздуха они реально выбегали откуда у тебя было ощущение что на тебя нападает орда здесь какой-то крик и из воздуха зомби вокруг начинают появляться эта игра знаешь что мне напомнила очень сильно вот этот back for blood не столько left for dead сколько the walking dead которую отменили для консолей я не помню как она там полностью называлась но она вышла на пк кооператив для четырех человек вот и там тоже были такие проблемы я играл тоже в бету кстати на геймскоме и было абсолютно то же самое враги из ниоткуда подлагивание автоприцеливание на компе автоприцеливание то есть но это конечно брр ну я честно тебе скажу я ждал ее но я вот после беты сильно разочаровался очень сильно left for dead у меня обе были куплены в стиме я в них провел дохренищи часов в свое время и очень ждал думал будет годнота но годноты не вышло пока что вообще не тянет там баллов 50 60 на натих так вот на вскидку плюс говорю будут задротские трофеи слушай действительно это бета пока что рано конечно судить до конца мне не понравилась система с картами потому что она перегружает ненужный слой информации добавляет в игра в игру которая должна быть по определению бездумным развлекательным экшеном там не нужны все эти перки херерки вот это вся херь многогранная она там нафиг не нужно дайте оружие много разного оружия там всякие приколы типа гранаты прочее и пускайте людей валить зомбаков ну и наоборот давайте людям управление зомбаками валить людей все зачем эти карты там условия карты если у вас меньше 5 процентов здоровья в это да твою вы вы исцеляете один процент здоровья там за удар или там за каждое убийство врага вы получаете две единицы да да не нужно это все вот реально это все там лишнее гейм дизайнер проснись твою мать ты срешь делай что-то нормально это не нужно дело это иди в карточные игры они сейчас популярны их много чего не месяц по несколько карточных игр если не выходит то анонсируют вот это очень популярная сейчас тема и сейчас все туда лезут потому что даже порноделы короче но игры эротического содержания там вот русские разработчики есть феяда games и феодосий они сейчас делают там nightly passions игру она тоже с карточной боевкой и the left night то есть похотливый рыцарь про девушку она раньше называлась лотерелла вот да 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 но но он поменял название потому что там типа ну понятно куда отсылка была да и там начали какие-то то ли у него проблемы возникли там жидея как бы главная героиня она типа днем секретарша а вечером типа супер героиня и она переодевается прямо этот костюм с эской знаешь носить но и там да прикольненько с юмором все хорошо сделано вот то есть карточные игры даже туда пробились очень активно потому что их относительно несложно делать в плане ресурсов но но сложновато в плане баланса потому что там очень много работ над балансом и нужно больше чем в других так вот back for blood карты добавляют вот этот ненужный слой ненужный ярус баланса который таких играх просто лишний вот не знаю возможно кто-то с этим поспорит мне как игроку который заходит там условный board варзет или в ручком пони или там в паб джи чтобы просто отдохнуть и поразвлекаться мне не интересно разбираться в картах мне не интересно читать перки вот эти карточные не интересно создавать колоды там же еще блин колоды создаешь в back for blood ты формируешь сраные колоды карт он их что в кармане носит как они на него влияют на персонажа чисто вот головой если подумать ну как в рпг перки скиллы но это рпг там это условности допустимая и понятная жанру здесь нахера вот поэтому я у меня вот есть диссонанс возникает и мне эта тема очень не понравилось прям я я просто я прощелкал все карты подряд мне не интересно я хочу пойти пострелять замоков все я думаю что таких игроков среди массового игрока будет довольно много да возможно возможно но может кому-то будет интересно разбираться в картах возможно я еще знаешь хотел такой моментик уточнить на тему hunters арены что в целом там трофеи не особо сложные то есть накопительные в основном ну то есть для сетевых игр накопительные трофеи такой бич по моему классический всегда стараются запихать ну просто что при играбельность поднятия чтобы сразу не было скучно быстро убил платье ну и забил нет такого нету там трофеи формата 2000 раз открыть сундуки там 200 то есть сундуков открыть 2000 раз повысить уровень там убить 5 охотников за один матч и такое всякое в общем ничего там заоблачно космического сложного нет особенно если есть хорошие напарники и которые тоже заинтересованы в прохождении убивание трофеев это как у нас с rouge company rogue company вернее как раз уже поправляли 25 часов с друзьями я думаю что здесь такого же формата хотя вон уже я вижу что у человека платины есть где 5 5 августа у нас на сайте антарален да не но я не удивлен почему у нас это нормальная обычная тема то есть что у человека возможно не знаю отпуск много свободного времени вот она тут же упала он такого трофеи в принципе несложные ну и все погнали не выполнил все условия довольно быстро то есть как бы ничего хитро а плюс возможно получил ранний доступ вообще может может как-то я не знаю да может быть так не исключено потому что я так понимаю очень многие люди которые пишут про игры которые из других порталов у нас зарегистрирована конечно раз из-за топа из-за даже в твиттере вон сколько раз семен костин из дтфа постил скриншоты своих трофей ну типа с нашего сайта трофейные топы которые он попадал там много ребята да так что вот так вот ну у меня я думаю на этом все остальное да но я я че я могу еще рассказать про контру которую я продолжаю играть но тут че рассказывать ну мобильная дрочева но я пока что только в нее и играю на мобилке меня заперло то есть я просто я иду чё-то готовить например свитч не заряжен или заряжается иду на кухню мне там надо постоять подождать пока там духовка нагреется еще чего-нибудь но я включаю контру и себе гоняю там там очень короткие уровни быстрый челленджи то есть я уже там сорок третий уровень что ли ну то есть нормально нормально мне заходит заходит хорошо думаю что буду играть не уверен что буду донатить еще потому что ну она дорогая она по донату очень дорогая потому что там всюду все кристаллы тянут правда тебе их насыпают хорошо довольно за разные активности но не знаю возможно вернусь еще в тейлс или в ателье она онлайн в мобильной то есть но пока что вот в контру подсел и мне действительно заходит и пвп заходит в ней и командная там есть на 40 уровне открылась команды этот режим under water 8 и там прикольненько довольно вот ты кстати устанавливай давай назад контру а я установил вот играть будем давай докачивайся до 40 уровня и объединяемся это очень быстро ну кроме что так это очень быстро я понимаю но это это время рейдишь все время вместо моб своих вот этих мобильных постоянных не 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 это не так работает день это работает не смысле я дома там запустил игра это работает типа вот у меня обед на работе я на диванчике перед тем как и подуснуть минут на 30 до конца обеда я включаю бегаю матчик в мобе и все дело закончено ну да дело сделано как говорится но ладно как скажешь да ну я не удалю я оставил я помню что вы хотели в принципе если дима там хорошо прокачался он даже стримить хотел вы можете не вдвоем залететь я как бы понимаешь там наверное двоих это все сделано кооперативчиками да да там там на кооп дима предсказал что он кого готов к коопу готов там стримы и случаем так что без проблем мы с ним покемонов играли вдвоем может ваша очередь вдвоем поиграть в контру ага тоже вариант ну ладно думаю что все я думаю что тоже закругляемся значит мне ну мне еще есть что рассказать но я это оставлю уже на текст вот так что всем спасибо кто нас слушает дослушал это до конца напишите что вы думаете про карточные вот эти приколы в шутерах типа back for blood каковы ваши мысли на эту тему и оставляйте вообще любой фидбэк он нам очень помогает и полезен в целом всем пока всем пока